Всем привет, дорогие друзья, и враги сейчас одним махом подтвердили все мои инсайды. Есть, знаете, такие блогеры на Украине, то есть они российские блогеры, но на Украине их обычно называют агентами ФСБ. Непонятно, плохо это или хорошо, должно ли их как-то дискредитировать, но, в общем, так к ним относятся. Зовут их Вован и Лексус, и они, значит, представились экс-президентом, скорее всего, Лексус представился экс-президентом Украины Петром Порошенко. И, таким образом, ему удалось ввести в заблуждение тем самым министр иностранных дел Британии, Королевства Британии, Дэвида Кэмерона. И так как он находился в заблуждении, он им рассказал несколько интересных вещей, и все это как бы попало в интервью. Эти вещи касались Казахстана. В частности, он сказал, что недавно посещал все эти станы, дословно станы, то есть они Республики Центральной Азии относят как к станам. Но я недавно был во всех станах и Казахстане. То есть видите, да, какое у них отношение к республикам с приставкой стан, сразу такое подчеркивается, видно такое отношение самого демократического, самого демократического королевства в мире, в котором нет конституции Королевства Британии, но при этом у них есть монархи, то есть демократия у них просто процветает. А также министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал, что когда был он в Казахстане, он говорил с министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлео, то есть 24 апреля 2024 года. И он сказал ему, что убежден, что Владимир Владимирович Путин хочет получить северный Казахстан, то есть завоевать северные территории, оккупировать их и так далее. Убежден, что Путин хочет часть севера Казахстана. Вы сказали им, что Путин хочет захватить их государство, значит они напуганы? Да, они, министр иностранных дел сказал, он сказал, что ситуация осложняется из-за их протяженной границы с Россией. Однако, Мурат Нуртлео, вместо того, чтобы возразить на это и сказать, что вот у нас есть УДКБ, ЕАЭС, никаких проблем нету, договор о дружбе, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлео сказал ему, что он убежден, что так и есть, что, мол, Владимир Путин посягает на земли северного Казахстана. И что украинцы, по мнению Мурата Нуртлео, министра иностранных дел РК, умирают за казахов. В чем Мурат Нуртлео увидел положительную тенденцию? Но, знаете, сказал он, что чувствуют, что украинцы, он так выразился, он сказал, что украинцы умирают за Казахстан, они рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию, и это им на пользу. Это им на пользу. То есть украинцы теперь знают, за что и ради чего они умирают. Спасибо Мурату Аблгазичу Нуртлео и Дэвиду Кэмерону за такие вот откровения. Уверен, украинские солдаты воспрянут духом теперь-то. У них никаких сомнений нет, что их дело оно правое. Тут нужно понять, что я долгое время говорил о том, что Мурат Нуртлео является одним из ключевых фигур. В принципе, косвенно это подтверждалось. Его заместитель Роман Василенко, который сказал, как-то помните, что никакой проблемы с НКО в Казахстане он не видит, он это подтвердил. Более того, Роман Василенко считает, что деятельность неправительственных организаций очень полезная в Казахстане, очень нужная и благотворная. Министр обороны Российской Федерации заявил, что НПО в Центральной Азии якобы занимаются антироссийской деятельностью, антироссийской пропагандой. И в этой связи они принимают меры упреждающего характера. Скажите, с вами связывались? Я не знаю о каких-то мерах упреждающего характера и, честно говоря, не могу комментировать заявление на данную тему министра обороны Российской Федерации. Но вас никак не просили принять какие-то меры в отношении казахстанских НПО? Как известно, поддержка гражданского сектора, поддержка неправительственных организаций является важнейшим приоритетом для президента, для правительства и для соответствующего Министерства культуры и информации, который отвечает за эту сферу. Поэтому в нашей стране, если я правильно помню, 18 тысяч неправительственных организаций, они действуют соответствующим нашим законодательствам и они являются очень важной частью нашего общества. То есть гражданское общество поддерживается государством, республикой Казахстан и вот, собственно, об этом и нужно говорить. Тут требуется несколько дополнений. Во-первых, в Казахстане официально 23 335 некоммерческих и неправительственных организаций. Это официально. К ним можно добавить еще 40 тысяч разного рода ИП, которые выполняют функции неправительственных и некоммерческих организаций, занимаются всякого рода аналитикой и так далее. Это примерно, чтобы было понятно, в 10 раз больше, чем было на Украине до 2022 года. Также нужно дополнить, что если речь идет об иностранных НКО, то им аккредитацию дает как раз таки Министерство иностранных дел РК под руководством Нуртлео. Все эти прекрасные демократические ресурсы, несущие правду в массы в Казахстане, как лучик света во тьме, как вкладок воздуха, например, разотык. Им аккредитацию дает как раз таки Министерство иностранных дел РК под руководством украинского патриота Мурата Нуртлео, который убежден, что украинцы погибают за казахов. Но ко всему прочему нужно добавить, что Мурат Нуртлео пытается вести, возможно, двойную игру. И россиянам он рассказывает про русофильские, скажем так, свои настроения, вечную дружбу в аппарате президента. И сейчас вы поймете одной фразой буквально, как доказать, что ты, ну, типа, свой в доску, свой русский такой пацан. Я вас категорически приветствую. Я думаю, не надо объяснять, кто ввел в массы это выражение. И этим, скажем так, выражением Мурата Нуртлео хотел, естественно, подчеркнуть, что он свой в доску, когда встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Но на самом деле никакой двойной игры, естественно, нет. И нет никакого даже намека на какую-то многовекторность, как считают наши, допустим, многоуважаемые Анастасия Ахметова, мать пятерых детей, четверо из которых являются детьми Ерлика Балванфаева, извините, нашего многоуважаемого казахстанского олигарха в топ-50, он в Форбсе находится. Он любит очень с президентом встречаться. То есть никакой двойной игры тут нет. Тут двойную игру, может быть, ведет только Анастасия Ахметова. Что чем кажется, на самом деле, то тем и является. То есть если утка плавает, как утка, летает, как утка, то это утка, несмотря на то, что, может быть, даже это не утка. Сейчас объясню. Сейчас я озвучу вам цифры, которых в публичном доступе нет, равно как и не было до сегодняшнего дня, если бы не откровение, скажем так, Дэвида Кэмерона о настроениях Мурата Нуртлео, следовательно, в аппарате президента. Там точно такие же настроения, и все мои инсайды, следовательно, верны. Цифры эти из анонимного источника. Нигде, в общем, доступа их нет. Но они достоверны. Мы очень долго перепроверяли эти цифры. Цифры эти касаются финансирования некоммерческих, неправительственных организаций в Казахстане. Обычно во всех аналитических документах, знаете, фигурирует, типа, 10 миллионов долларов. И потом начинается вот такой, знаете, гудёж. Вау, 10 миллионов долларов. Выделено продвижение какой-то там пропаганды на всю Центральную Азию. Ахмедов обычно добавляет какие-то, знаете, там эпитеты антиамериканистские. Но на самом деле реальные цифры это не 10 миллионов долларов и даже не 100 миллионов долларов. И не на всю Центральную Азию, а только на Казахстан. За 2023 год у некоммерческих организаций доходы, внимание, доходы составили 660 миллиардов. 741 миллион 527 тысяч тенге. Только доходы. Из них по областям. Астана. 347 миллиардов. 113 миллионов. 464 тысячи тенге. Алматы. 125 миллиардов. 942 миллиона. 38 тысяч тенге. Актюбинская область. 35 миллиардов. 262 миллиона. Карагандинская область. 77 миллиардов. 19 миллионов. Ну и дальше там по нисходящей. То есть 10 миллиардов и менее. Не будем на этом застрять. На этой мелочевке застрять внимание мы не будем. При этом, если исключить деятельность профсоюзов, религиозных организаций, политических организаций, то остается 517 миллиардов 327 миллионов тенге. Что на секундочку, по сегодняшнему курсу, то есть на 26 июня 2024 года, это 1 миллиард 117 миллионов долларов. Карл, 1 миллиард 117 миллионов долларов. Это не какие-то там вшивые 10 миллионов долларов, о которых пишут разного рода борцы за права свободы демократических стран. Это миллиард долларов в год на нашу маленькую республику. У нас самые богатые олигархи в стране, они нажили свое, скажем так, честно нажитое имущество за 30 лет приватизации незаконной 4-5 миллиардов у них состояния. Это все их состояние. А тут 1 пятое их состояние самого крупного олигарха падает, кому-то капает в год, просто в год на карман. То есть за 10 лет, даже если они будут делить между собой и так далее, у кого-то из них, благодаря этой так называемой многовекторной политике, будет состояние 4-5 миллиардов только на работе неправительственных и некоммерческих организаций. Также у этих организаций, некоммерческих и неправительственных, есть еще разные виды доходов. Например, всего-навсего 91 миллиард 766 миллионов тенге из 517 миллиардов 327 миллионов тенге, это полученные прямым доходом. То есть через всякие гранты и тому подобное. А вот 425 миллиардов 561 миллион тенге, это оказывается является пожертвованиями. То есть вы у всех НПО, неправительственных организаций, которые продвигают в Казахстане очень важные и нужные для нас западные ценности, радужную повестку и так далее. Есть счета, у них на страницах указаны счета для получения средств. Причем обычному, скажем так, гражданскому обществу непонятно, что это за цифры, потому что там банковские реквизиты, никто не знает, как туда переводить деньги, потому что максимум, для чего у нас общество, обычные люди дошли, это переводят по прямому номеру Каспия. И никто не разобрался вот в этих банковских реквизитах, там Айбен и так далее. Ну там ничего сложного, ну просто никто туда не переводит. И вот именно по этим реквизитам непонятно. Скидывают 425 миллиардов тенге за 23 год скинули. И получается, ну допустим, предположим, что 100 миллиардов из этих 425, ну это реальные, допустим, цифры, допустим, пусть это будет 125, округлим. Ну больше никак не может быть, потому что нет у нас таких донатеров, миллиардами кто бы донатил, ну нет таких у нас. А вот остальные 300 миллиардов, положим, это и есть 100% те же самые завуалированные гранты, то есть введенные под видом пожертвований и донатов, то есть без указания цели. Теперь самый главный и моральный вопрос, а может быть игра вот этого нашего правительства, аппарата президента, это некой двойной игрой? Ну по определению ответ не может. Наши, скажем так, американские друзья, они постоянно говорят о, знаете, какой-то гибридной войне, то есть пропаганда, которая приводит потом к боевым действиям. Потому что они акцентируют на это внимание, на пропаганде Кремля, да, потому что вот пропаганда Кремля, по их мнению, внесет какое-то тлитфорное влияние. Так вот, так как мы видим, что у нас есть 1 миллиард долларов и какие-то вшивые 117 миллионов долларов на 23 год, то мы понимаем, что присутствует у нас определенная пропаганда, то есть вектор у нас выбран. И эта пропаганда в нашем случае понятна, куда, собственно, откуда и куда ветер дует. И мы понимаем, что если это та самая гибридная война, о которой говорят наши западные партнеры, и она, значит, уже началась, потому что деньги огромные. Если так будет продолжаться, то через 5 лет те дети, которые вырастут на этой пропаганде, вот им сейчас 15, а будет через 5 лет 20, впитают эту пропаганду как молоко матери. И через 20 лет эти взрослые уже люди, которые по закону будут обязаны уже служить в армии, держать оружие в руках, они, естественно, как вы понимаете, направят это оружие, которое у них будет в руках, в ту сторону, куда будет дуть ветер, куда будет дуть эта пропаганда. Если ситуация будет продолжаться и ничего не изменится. А так как речь идёт о миллиардах долларов, то продолжаться это, естественно, безусловно будет. Поэтому никакой многовекторности в Казахстане нет, потому что игра идёт в одни ворота. Вообще, блин, в других воротах, в принципе, на поле и нет. Многовекторность подразумевает равные условия, пусть да, какое-то многовекторное государство, но всем распределяются определённые кусочки, и как бы все чувствуют себя на равных. У нас такого нет. У нас игра идёт только в одни ворота, и только один хозяин платит, скажем так, за эту игру. Всем удачи, друзья, и берегите себя.